Вот она, смотровая. Вот здесь видно уже все кусочками. Часть города эта. Так, будка. Шалаш, мостик. Я смотрю, что здесь можно увидеть. Вот парк Ле Фонтейна вчера был. Это тоже был стадион. А в нем Монреаль был. Скалы. Это за этими скалами идет Монреальский... Как он называется? Цеметерий. Кладбище. Туда просто так не пройдешь. Надо в окружную идти. Есть несколько вышек. Здесь вышка, там вышка, там вышка. Дальше есть вышка. Ставили. Короче, мне нужно пройти сюда, чтобы не делать круг. И манал я эти таблички, потому что, как видно, здесь особо ничуть и не угрожает. Сейчас не зима. Посмотрим. Что к чему? Просто здесь короткий путь. И... Нужно там круг делать большой. Ну и прям такой большой, но надо делать. Мне этого не хочется. Как видно, здесь загрожено. Но я прошел. Здесь просто ходить можно. Здесь нет большого спуска, ничего. Ни детка вообще ничего. И вышел, не делая грузности. Я приближаюсь к Чеметере. Монрояле. Здесь автобус ходит, что ли? Скорее всего, здесь такая точка, парковка. И я смотрю, он открытый. Ворота открыты. Так что можно посмотреть. Он большой. Сейчас будет лютур. Наруяль Симитер. Посмотрим, что здесь и как. Вправо. Так, интересно, а где самые старые? Я смотрю, здесь новая клитка. Гранит. Там даже в Монзоле есть. Была написана табличка. Милая. Это, смотрю, украинский. Украинцы здесь. И греческие я видел. Что-то здесь ездят все одинаково. Я думал, будет более как-то. Англичане справа. Думал, будет более как-то. Думал, будет более как-то разнообразно. Может, где-то в других местах здесь есть. Здесь, походу, у кого-то вместе. In-lawing, к примеру, так. Clap, clap, clap. Это целая семья. Boys, boys. Целые семьи. Что-то они, наверное, затонули где-то. Clap, family, family, boys. Брюно. Это все... А нет, это разные года. Пятый, пятнадцатый. Нет, это просто они вместе здесь. В одном. Здесь уже более интересно. Это вот готический крест. Ирландский. Ирландский. 1872-й. Пэттон. Ирландский. Английский. Это Пэттон, family. Это дофига здесь. Смотрю. Лэмб. Лэмбетт. Овца. И фамилия такая. Да. Могил. Могилы видел Майку сегодня. Уатсон, Хэмилтон. Все англичане здесь. Да, хорошо, я свернул сюда. Они ставят такие маленькие. Григай. Стертые. Ну нет, что-то я не вижу таких. Вот здесь немножко большие начинаются. Они обычно бенетт. Они обычно как по секциям распределяют. Англичане свои, французы свои, каждый по национальности своей. Здесь англичан много. Должно быть французов. Монументальные. Раньше так хоронили. Джеймс Стюарт. Джеймс Стюарт. В Англии классные там виды, очень старинных, по 500, там 800 лет. Там посмотрели бы. Вообще какая-то статуя. Они сверху ставят эти прах или что-то. Эдди Болмер. Думаю, в эту сторону идут более старее. Я смотрю по памятникам, потому что более современные. Они маленькие. Такие одинаковые. Ассали. Как по парку ходишь. Мне нравится по этим в разных странах, в городах ходить. Здесь своя атмосфера. И это тоже считается туристическим местом. Здесь даже какая-то Мадонна. Ну, в смысле не Мадонна, а какая-то местная девушка, захороненная женщина. Не знаю. Ну, несколько точек здесь показано, что нужно посетить. Короче, посмотрел это Лиман. Мисс Лиман. Там на карте указано, знаешь, какая-то она была значимая фигура здесь. Я иду в то направление. Да, здесь огромная территория. Вот парк сверху, где я был. Примерно такая же территория. Ну, может чуть поменьше. И здесь все работники убирают. Косят постоянно. Работают. Такие газоны аккуратные. Потому что они постоянно чистят эти газоны. Если оставить здесь на один сезон, здесь будто не зароск. И ты уже ничего не найдешь. А такой огромной территорией попробуй. А кто хочет и ничего не делает, заработать бабла, устраиваешься вот этим травокосом. И косишь себе хоть всю жизнь здесь косишь. Всегда нужно будет косить. Так что работа всегда найдется. Вот здесь уже такие, я бы сказал, тоже высокие, но это склеп. Кулисик. Какая-то славянская фамилия. Кулисик. Кулисик. Хорошо. Так, я пока одни. Вот он. Только Ринолт. Вот эта французская. Так, надо посмотреть еще куда идти. Забудиться можно. Кулисик. Ханна Лиман. Вот я к ней еду. Я не знаю, кто она, но все равно по пути. Здесь уже кустики поставили нагруждающие. Вот почему здесь указано на карте. Потому что здесь целый комплекс. Дом стоит. Ворота. Это тебе не какой-то обычный кирпич. Ну, в смысле, гранит. Здесь целый комплекс. Сейчас почитаем, кто и что она такая. Фиг знает где-то статуя. Это показано на карте, что она внутри здания. А что-то мне не хочется туда заходить. Там закрыто. Фиг с ней. И сейчас я иду 38 минут. Вокруг. Показало мне два пути. Через циметер или судорь. Я вот с судорь пойду. Потому что там уже был. Показало. Надо сейчас обед. Полдень. И музеи открыты. Они до четырех, до пяти. До четырех тридцати. Так что надо добраться. Тут еще до центральной части. Где дома. И там есть два музея. Сразу посмотрим. В эти парки я могу в любое время и вечером, и утром ходить. Такая длинная дорожка. Там наверх уже лесополоса. Можно гулять. Не боится высоты. Смотрел. Там под тропинок есть. Даже ступеньки. Здесь странные. Здесь. Я уже находился по холмам. Надо в город выходить. Слева прям какие-то шато. С заборами. Слева каменный дом. Водопад. Здесь спуск. 70 градусов. Как я и говорил, разметка отсутствует. Там пешеходная. Здесь пешеходная. А я не вижу здесь пешеходной разметки. Обширная территория. Просто трава. Парк я уже обходил. А здесь просто бегают и сидят. Я его постоянно ксить надо. Крот Obrigлен. А вот он открыт. Порота. Продолжение следует...